Всем привет! Меня зовут Маша, я живу в Париже и добро пожаловать в мое новое видео. Давно мы с вами не виделись и все дело в том, что у меня где-то недели полторы просто не было голоса и сейчас он ко мне потихонечку возвращается. Я надеюсь, что после этого видео он у меня все еще останется и я смогу продолжить снимать уже в нормальном режиме. Ну а сегодня мы поговорим об образовании во Франции и действительно в последнее время было много вопросов и запросов на эту тему и я действительно хочу снимать то, что интересно не только мне, но и вам и чтобы вам хотелось узнать. Поэтому сегодня поговорим именно на эту тему. Вначале я довольно коротко расскажу вообще о самой системе и о школьном образовании, а потом мы с вами плавно перейдем к высшему образованию и я также расскажу о своем опыте обучения во Франции. Школьный год не начинается 1 сентября, он начинается в промежуток с 31 августа где-то примерно по 5 сентября, то есть видимо зависит от понедельника, я так понимаю, то есть на какой день выпадает понедельник, с того дня и начнется школа. Заканчивается же школьный год не в конце мая или в июне, как привычно всем русскоговорящим людям, нет, он заканчивается на первой неделе июля, то есть вот когда первая неделя июля проходит, тогда начинаются каникулы. Итак, школа. В школе во Франции учатся с 6 до 18 лет и на самом деле у французов довольно странная система, точнее не столько система, сколько название, потому что все мы привыкли, что классы называются первый, второй, третий и так далее до 11, во Франции же вообще все не так. Если вы думали, что во Франции странно называются цифры, то есть вместо того, чтобы сказать, скажем, 97, вы говорите 4 раза умножить на 20, плюс 10 и плюс 7, то система образования, наверное, еще страннее для нас. Итак, первый год обучения во Франции проходит с 6 до 7 лет и называется CP или Court Préparatoire, то есть подготовительный класс. Я знаю, что в садиках в России или, может быть, русскоговорящих других странах тоже последний год садика называется подготовительной группой и он как раз проходит с 6 до 7 лет, но вот во Франции это уже школа, то есть уже в 6 лет ребенок идет в школу. Второй год с 7 до 8 лет называется CE1 или Cour Alimentaire Première Année, то есть это первый год начальной школы. Следующий класс, то есть уже третий, по счету называется CE2, то есть Cour Alimentaire 2, то есть второй год. И вы не думаете, что это на самом деле просто названия какие-то официальные, нет, они действительно используются, то есть люди говорят, например, мой ребенок там или я иду в класс CP, я сейчас в CE1, я сейчас CE2, то есть никто не говорит, я в первом, втором и так далее классе, а называют именно вот так, как я вам сейчас говорю. У меня тут гуляет солнце, поэтому извините, если будет скакать свет, но вот что-то в Париже сегодня то серо, то солнечно, то непонятно. Следующий, четвертый класс называется CM1, то есть Cour Moyen Première Année. Пятый класс называется CM2, то есть Cour Moyen Première Année. Дальше с 11 до 15 примерно лет ребенок учится в средней школе, которая называется по-французски Collège. И вот здесь опять меняется система названия разных годов обучения, потому что первый год Collège называется CISEM, то есть шестой класс. И вот как бы логика предполагает, что дальше будет седьмой, восьмой, девятый, но нет, дальше идет пятый, четвертый и третий. После средней школы ребенок сдает экзамен и переходит в старшую школу, которая называется LISÉ. Здесь годы обучения называются Second, Premier и Terminal, то есть второй, первый и последний завершающий год обучения. Стоит, наверное, также упомянуть то, что все вот эти вот три разных этапа обучения, то есть начальная школа, коллеж и LISÉ обычно проходят в разных вообще зданиях, в разных местах. То есть это не так, как в России, когда все ребята с 1 по 11 класс учатся все вместе в одном здании, ну или максимум в двух. Нет, здесь дети учатся вообще в трех разных зданиях в зависимости от цикла их обучения. Школьный день, на самом деле, довольно долгий, длится он примерно с 8 часов утра до 4 часов дня. Что же касается выходных, то в начальной школе два выходных, то есть это суббота и воскресенье. Раньше также еще дети отдыхали в среду, то есть это был свободный день. Но где-то примерно 3-4 года назад приняли закон о том, что среда теперь учебный день, но учатся дети только с утра. Еще пара фактов о школе. В основном, большинство школ это обычные государственные публичные школы, но также есть и частные, среди которых также есть католические школы. И образование в такой школе действительно ценится. Униформы в обычных школах во Франции нет, но она есть, конечно же, в частных школах. Еще также хотелось сказать, что в старшей школе ребята могут выбирать сами профиль, так же, как и в российских школах. Есть три основных профиля. С это научный, ЭС это экономическо-социальный и также Л, то есть литерая, это гуманитарный профиль. Самым сложным считается, конечно же, научный, экономика социальная идет на втором месте и гуманитарный считается самым легким профилем. И еще одна ремарка про школу, это то, что каждый год французские ученики меняют класс. То есть нет такого понятия, как одноклассники, точнее, оно есть, но только на один год. На следующий год ребенок абсолютно поменяет свой класс, ну, может быть, кто-то, конечно, останется, но классы расформировываются, так же, как и меняются учителя. То есть учитель по математике вполне возможно будет в следующем году другим человеком, то есть это будет другой уже учитель. Ну что, на этом со школой все, переходим к высшему образованию. И начинается оно с того, что после старшей школы, точнее, по ее окончанию, ребята сдают экзамен, который называется БАК или БАК или РАЯ. И это такой аналог, наверное, российского ЕГЭ, ну, то есть не совсем, ну, можно сравнить. То есть это экзамен по окончанию школы, который позволяет дальше продолжить обучение уже в высших учебных заведениях. Здесь нужно сказать о том, что много французов не сдают этот самый БАК, но, конечно же, все стремятся это сделать, потому что БАК это путевка в жизнь, точнее, путевка уже в высшие учебные заведения, в университеты, в высшие школы и так далее. Но если даже человек, например, собирается связать свою жизнь с военным делом, то есть пойти в армию после школы, то даже здесь нужен БАК, потому что ни на какую должность офицерскую рассчитывать нельзя, только на солдата, если ты приходишь в армию без сданного экзамена БАК. И да, маленькая ремарка, во Франции армия не по призыву, то есть она здесь по контракту и не обязательно. Высшее образование состоит из трех ступеней, то есть это лисонс, мастер и доктора, то есть если переводить на, может быть, русскую систему, то это как бакалавр, магистр и доктор. Обучение лисонс длится три года. Чтобы закончить магистра, вам понадобится пять лет после школы, а чтобы получить докторскую степень – восемь лет. Но действительно не все дипломы в высшем образовании одинаково полезны, потому что не все универы и также другие высшие учебные заведения равноценны. Есть определенная градация, то есть есть действительно очень известные такие университеты, как, например, Сорбонна или, например, как университет в Страсбурге, они действительно считаются очень хорошими, но также есть школы, то есть, например, есть Эколе Политехник или Лена, то есть Эколе Национальной Д'Азминистрation, которые, дипломы которых очень высоко ценятся. И очень часто выпускники этих школ предпочитают нанимать на работу выпускников тоже этих же школ. Но на самом деле есть список топ-5 вот таких элитных школ, и есть смысл идти только в них, потому что все, что дальше пятого места, на самом деле не стоит ни ваших усилий, ни ваших денег, вообще не стоит. И проще пойти лучше в университет, где образование бесплатное, чем действительно платить огромные деньги за школу, которая, ну, вообще-то частная и вроде как называется бизнес-школа, но на самом деле по итогу вашего образования у вас не будет какого-то особого преимущества перед другими выпускниками. Для того, чтобы поступить в сложные университеты и школы, есть специальные подготовительные какие-то курсы, то есть это примерно год или два обучения, во время которых можно действительно понять, насколько вам интересно это направление, насколько вы, в принципе, в состоянии изучать это направление. И также вы можете получить какие-то дополнительные знания, особенно это актуально для точных наук, то есть математика или, например, биология или химия или какие-то инженерные специальности. И вот эти вот высшие школы, они считаются элитными учебными заведениями, там очень дорогое обучение, где-то, наверное, примерно 1010 евро в год, тогда как обычное образование, то есть обычное государственное высшее образование бесплатное, точнее, не совсем бесплатное, потому что нужно оплатить где-то примерно 400 евро, может быть, 480, не помню точно сумму в год, и она идет на всякие социальные студенческие страховки и на разные другие такие вот вопросы. Я бы сказала, что у меня сложилось такое впечатление, что большинство французов хотят открыть свой бизнес, несмотря на то, в какой сфере они проходят обучение, но, конечно же, это не у всех получается, это понятно. Но, в принципе, такие специальности, как экономика, как юриспруденция, очень популярны. Есть большая нехватка медицинских работников, то есть врачей, поэтому я могу предположить, что это не очень популярное направление, но также на этом направлении нужно очень долго и сложно учиться, так же, как в России. В основном, после окончания университета французы устраиваются по специальности, то есть практически абсолютное большинство идет работать по специальности. Вообще французы, в принципе, предпочитают узкие специальности, то есть если, например, человек из Швеции жнеется на Дуде и Грец, то есть если он, например, учился на художника и при этом может рисовать украшения, может рисовать одежду, может создавать какие-то витрины, украшать и так далее, французы считают это странным. Они считают, что человек должен сконцентрироваться на чем-то одном и действительно быть профессионалом вот в этом. То есть если уж он учился, например, рисовать украшения, создавать, то он должен быть именно в этом профессионалом. он не может одновременно также еще уметь прекрасно выполнять другие какие-то вещи, как бы косвенно связанные с этим направлением, но в принципе не относящиеся к нему напрямую. Как я уже говорила, образование в принципе бесплатное, но есть возможность также получить стипендию для либо очень умных студентов, либо студентов, у которых какая-то сложная жизненная ситуация, то есть, например, у них нет родителей или какая-то сложная ситуация в семье или многодетная семья. Также могут иностранные студенты получить стипендию, стипендия называется бурс, и я вам не подскажу, как это сделать, потому что я никогда этим не занималась, поэтому лучше все это прогуглить. Конечно же, иностранный студент тоже может поступить во французский вуз и учиться абсолютно на таких же равных правах с французами. В Европейском Союзе есть такая программа, которая называется Erasmus, но, по-моему, на Россию она не распространяется, я не уверена, если я не права, то поправьте меня в комментариях, но, по крайней мере, когда ездила я учиться, эта программа на меня не распространялась. И с предыдущей фразы вы, наверное, можете легко заключить, что да, я училась во Франции, но училась я по обмену от своего университета. Я закончила МГУ. Здесь я училась в университете, который называется Université Paris-Nantère, то есть Paris 10, Paris 10, на факультете, который называется UFR de droit de sciences po, то есть это юридический факультет и также факультет политологии все вместе. Я бы не сказала, что это какой-то суперэлитный университет, нет, конечно, но, тем не менее, этот факультет заканчивали такие суперизвестные люди, как в политике, так и в финансовом мире, как Николай Саркази, как Кристин Лагард, который является главой Международного валютного фонда, также Доминик Схоскян, который до Кристин Лагард был главой МВФ. И считается, что этот факультет дает довольно хорошее образование, но действительно сложнее учиться по сравнению с другими факультетами. Итак, ездила я по обмену, то есть я училась здесь один семестр, просто подала документы в своем университете, прошла собеседование и приехала сюда учиться. Точнее, нет, еще нужно было написать мотивационное письмо, по-моему, нужно было CV, то есть это резюме, и это все нужно было предоставить также в университет здесь, который после делал также свой отбор, и говорил, подходит кандидат, то есть я на обучение здесь или нет. Теперь очень важно по срокам. Если вы хотите подавать документы во французский университет, то нужно обязательно это успеть сделать до марта. По-моему, крайний срок это вот где-то 1-15 марта, он может варьироваться, или самый-самый конец февраля, то есть там 28 буквально. То есть если вы хотите подавать документы, чтобы учиться во Франции уже начиная со следующего учебного года, то нужно вам торопиться, потому что у вас есть буквально 2 недели на то, чтобы собрать все документы и подать их в тот университет, где вы бы хотели учиться. Конечно же, это реально вполне, сама я тоже очень быстро собрала документы, буквально за неделю, потому что я не знала о существовании такой программы на своем факультете. Но если вы хотите действительно поехать, в принципе, за границу во время вашей учебы в университете, то я вам советую заранее узнать о таких возможностях и, конечно, пытаться собрать документы не за неделю, а, в принципе, там, ну хотя бы за месяц начать собирать. Потому что вам понадобятся такие вещи, как перевод всей зачетной книжки, то есть всех предметов, которые у вас были, всех оценок. Вам нужно будет написать мотивационное письмо, как я уже сказала, вам нужно будет написать резюме. У нас в университете было так, что мне нужно было пройти собеседование, то есть рассказать, почему именно я хочу вот в этот университет и вообще, почему я вдруг решила поехать за границу. Это нужно было связать с дипломом, это нужно было связать с какой-то своей научной деятельностью, с какими-то научными интересами, поэтому, конечно же, это требует времени и подготовки. Еще немного, что касается моего опыта. Предметы можно было выбирать, и предметы действительно очень интересны. Конечно же, есть какие-то предметы, которые обязательны для всех, но, в принципе, есть возможность выбрать действительно какие-то спецпредметы, что ли. И они действительно чаще всего оказываются самыми интересными. Раз в полгода проходят экзамены, сессия. Бывают экзамены письменные и устные, как и в России, но экзамены очень сильно отличаются тем, что письменные это чаще всего либо какой-то проект, либо это тест, то есть здесь одно из двух. Устные экзамены это точно такие же экзамены по билетам, как мы привыкли, по крайней мере, я проходила такие экзамены, может быть, есть какая-то другая форма, которую я сама на себе не испытывала. Но что касается экзаменов, интересный момент это результаты. Результаты вам никто сразу никогда не даст. То есть в России, если ты сдаешь экзамен, ты сразу знаешь оценку после него, ты знаешь, что у тебя 5 или не 5, или какая-то другая оценка, или ты не сдал. Во Франции ты об этом не знаешь. По каким-то предметам мы результаты узнавали через примерно неделю или две, по каким-то предметам результаты мы узнали где-то через месяц, по одному предмету мы результаты узнали через два месяца. То есть французские преподаватели не торопятся с оглашением результатов. Большинство результатов можно посмотреть в интернете, то есть вы заходите на свою личную страничку на сайте университета и там уже смотрите все свои результаты. То есть зачетной книжки как таковой здесь нет. Студенческие карточки здесь есть, они очень сильно помогают в социальном плане, потому что они дают огромные скидки на транспорт, потом также есть скидки в ресторанах, есть скидки в музеях. В принципе студенческая карточка это такой очень хороший способ, чтобы сэкономить в принципе на жизни. Хочу также рассказать про систему оценок. Здесь оценочная шкала от 1 до 20 баллов, то есть не 5-бальная или не 12-бальная, как в некоторых странах СНГ. Здесь она 20-бальная и сразу скажу, что 20 получить практически нереально. То есть практически, если вы такой отличник и перфекционист, каким когда-то была я, во-первых, я вам хочу дать совет, что перестаньте, забудьте оценки, это действительно не важно. Ну ладно, проехали. А второй момент это то, что вас просто не получится получить 20 баллов. Реальная и очень хорошая оценка это примерно 15-16, 16 это прям вообще супер здорово. 10 это такой проходной балл, если у вас есть 10, то вы сдали. Большинство французских преподавателей считают, что на 20 баллов не знает никто, на 19 баллов знает преподаватель, на 18 баллов вы можете сдать, если вы гений. Ну то есть вы представляете, какие в принципе перспективы у обычных нормальных людей, у обычных нормальных студентов. То есть ну 13-14, где-то вот так вот. Есть стимул получить какие-то знания и опыт, а стимул получить оценку здесь отсутствует. То есть в принципе потому, что это очень такая двоякая вещь и у многих французских преподавателей очень какая-то своя личная и загадочная система оценивания. То есть вот эта вот шкала, за что они дают баллы, за что они снимают баллы. В принципе это не подконтрольно никак, каждый преподаватель выбирает сам, как ему оценивать. Поэтому мне это, если честно, не нравилось, потому что я привыкла, что если ты знаешь, ты получаешь хорошую оценку. Но если у преподавателя стоит такая внутренняя установка, что больше 16 или 17, он в принципе не ставит никому, ну вы понимаете, что здесь в принципе вариантов нет. Вообще учиться, я бы сказала, здесь легче намного, потому что как-то, не знаю, как-то легче все давалось что ли. Но конечно нужно знать французский язык, да, такой момент, очень нужно знать французский язык. Если вы хотите учиться во Франции, то и вы не знаете французского языка, то не стоит сразу идти в университет. Сдайте сначала экзамены DELF, DALF или попробуйте пойти на какие-то курсы французского языка здесь во Франции. Может быть год таких курсов, но не стоит сразу бросаться с головой в омут и идти в университет с нулевым знанием французского, потому что вам будет очень-очень сложно. Так вот, как я уже говорила, учиться мне показалось легче, потому что как-то требует меньше, но при этом вот именно экзамены это довольно сложный период, потому что бывает по несколько экзаменов в день. То есть это может быть абсолютно разноплановые экзамены, как устные, так и письменные, но при этом их может быть 2-3 в день, там сразу с перерывом между ними, скажем, в час или в два. Поэтому, конечно, подготовиться к такому сложно. И это действительно, да, это такой немножко минус, наверное. Еще один момент важный это то, что во французских университетах обязательно практика, то есть это не какая-то там номинальная практика, которую вам поставят. По крайней мере, по большинству направлений обязаны пройти практику. И за все годы обучения это несколько практик. И это отдельный как предмет, отдельная обязательная оценка. И это на самом деле хорошо, потому что это не только навыки, но это также контакты. Многие французские студенты уже к окончанию обучения имеют какие-то контакты, и они могут действительно пойти в те компании, попытаться, по крайней мере, в которых они проходили практику. И шансов у них, конечно, намного больше. И еще они уже знают примерно, куда им идти. Это не то, что они выпустились, и все, и они не знают, что им делать, куда им пойти, куда податься. Поэтому это вот такой очень хороший, по-моему, позитивный момент во французском образовании. Ну что, я постаралась собрать в этом видео весь огромный объем информации, как-то более-менее осветить все аспекты. Если у вас остались какие-то вопросы, если вам что-то еще интересно, то обязательно оставляйте их в комментариях, задавайте их. Я постараюсь на все ответить. И да, спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, оно было вам интересно, возможно, оказалось полезным. И увидимся уже в новых видео совсем скоро на этом же канале. Пока-пока!